Всем привет, это восьмой видео дайджест из мира Lineage 2. Начнем по традиции с корейских серверов. В конце марта был исправлен баг, который позволял игрокам участвовать в мировой олимпиаде на двойных подклассах. А уже в следующий рестарт 6 апреля была удалена возможность обмена печати и знаков путешественника у NPC-помощник-путешественника. Еще немного полезной информации могли почерпнуть зрители моего стрима, который я проводил в прошлую субботу. Особенно ближе к концу стрима. Там я показывал корейский рынок, на котором были вновь введены браслеты в новой системе рыбалки и бижутерия гигантов. Всем, кому будут интересны подобные стримы, следите за объявлениями в Твиттере или на самой страничке Твитча. Переходим к американской локализации. 13 апреля состоялся мерш серверов Shillen, Magmeld и Barts. Как и говорилось ранее, новый сервер носит название Freya и часовую привязку плюс 1 GTM. Недели ранее начался конкурс видеоработ к 12-летию Lineage 2. За первое место победитель получит плюс 12 пвп оружия на выбор, за второе место неточенное оружие темного Хелиоса, а за третье камень темного Хелиоса. На волне ивентов к 12-летию в Этимоле, как планировалось, началась промо-акция с большим количеством скидок, среди которых можно отметить руны для лоу-левел игроков почти за бесценок. Пару слов стоит сказать о ботах, которые есть в каждой теме на форумах любой из локализаций. На форумах Инсвеста появилось забавное решение от игроков, которое состоит в том, чтобы отказаться от геймгварда и поставить систему Frost, как на ру или евро-локализации. В Японии в прошлую среду на лайв и классические сервера были установлены глобальные обновления. Апдейт на лайве называется Solid Memories, а на классической версии Savitors. Информацию по апдейтам можно посмотреть будет на промо-страницах, ссылки на которые я оставлю под видео. Из любопытного стоит отметить, что голос РБ Хелиос озвучил известный в Японии актер Тетсу Инада. Он участвовал в озвучке множества героев аниме, консольных и компьютерных игр. Возвращаясь к обновлению, на ютюбе начали появляться ролики японских игроков с обновлением Helios. Приведу два наиболее интересных. Первый уже от известного стримера Юли с фармом РБ Раммона в крепости Гипериона. Второй показывает, увы, неудачную попытку фарма РБ Хелиос. Причиной, как пишут и японские игроки, был низкий и средний уровень и отсутствие подходящей экипировки вроде бижутерии гигантов. Исследуя экономические изменения после установки апдейта с Elite Memories на японских серверах, я обнаружил установку тыквенного ивента вместе с апдейтом. Судя по описанию и дроп-листу на промо-странице, глобальных изменений в ивенте не обнаружилось. А на русском ПТС-сервере установлен ивент «Голодный Марио» или «Hangry Horse», как это звучало на американских серверах. Несмотря на то, что информация о наградах и вообще о ходе ивента еще не опубликована, небольшой тест показал дроп талисманов Бенира. Ну и так как этот ивент уже проводился в Корее и США, ссылку на описание ивента на американских серверах оставлю под видео. Это, пожалуй, все, о чем хотел рассказать. Если вам есть что добавить или у вас появились вопросы, оставляйте их в комментариях.